Ну а, друзья мои, время нашей передачи подошло к еженедельным 10 минутам общения с Майклом Бруком, начальником бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий. Майкл, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, что все здоровы. Желаю всем ни в коем случае не болеть ничем, а быть в хорошем настроении. И не попадать ни в какие аварии. Если, не дай бог, кем-то из ваших знакомых или сослуживцев, или людей, которых вы знаете, что случилось какое-то несчастье, какая-то травма, то я всегда готов прийти к вам на помощь. В любое время дня и ночи я работаю постоянно. Так что, пожалуйста, сразу звоните по телефону 718-256-5610, Майкл Брук, 718-256-5610. Миш, нам позвонила радиослушательница, которая упала на ступеньках многоквартирного дома, когда направлялась в гости к своей подруге. Ну и в результате у нее тяжелый перелом. Это произошло, как она сказала, года два назад. Ее подруга дала ей адвоката, который занимается ее недвижимостью. И теперь, по прошествии двух лет, этот адвокат говорит, что возможно заключить соглашение, но сеттлмент, то есть соглашение будет очень маленьким, а в суд он идти не хочет. И предлагает ей найти другого адвоката. Вот она и спрашивает, может ли Майкл Брук мне помочь в такой сложной ситуации? Так может ли Майкл Брук ей помочь в такой сложной ситуации, Миш? Отвечая на вопрос радиослушательницы, которая вам позвонила, Александр, конечно, я ей смогу помочь. Я дам ей специального адвоката, который лично сам постоянно ходит в суд и никому это не поручает. Всегда, когда дело сопряжено с тяжелыми травмами и падениями, это самое главное, это выявить, а потом доказать причину падения. Найти виновника и доказать, что он виноват. Делать это бывает довольно сложно, особенно если не иметь опыта работы в суде. Потому что противоположная сторона, они тоже нанимают адвокатов, они доказывают как раз обратно. Они доказывают, что человек упал сам по своей вине или по каким-то медицинским показаниям, или еще просто что-то не заметил, или просто не смотрел себе под ноги, или еще что-нибудь. А задача нашей стороны адвоката, которую я вам даю, доказать обратно, что можно было падение предотвратить, что есть другой виновник, а не сам человек в том, что он упал. Иногда приходится для того, чтобы доказать это, провести целое инженерное расследование, собрать необходимые документы, собрать видеоматериалы, получить заключение врачей, опросить возможных свидетелей, получить от них письменное доказательство, или пригласить их в суд явиться, вызвать в суд экспертов свидетелей. И все это надо делать в определенные сроки, вовремя, без ошибок. Поэтому я в таких делах даю большую адвокатскую фирму, где, во-первых, всегда есть один или два адвоката, которые только тем и занимаются, что ходят только в суд. Они не занимаются ни покупкой домов, ни судами между компаниями разными, ни иммиграцией, ничем другим. Они занимаются только тем, что они ходят в суд. Это их основная работа, и они прекрасно умеют ее выполнять. Это, как правило, или какие-то бывшие прокуроры, или бывшие государственные адвокаты. То есть адвокаты, которые имеют ежедневный, огромный, многолетний опыт работы в суде. И это как раз залог успеха, что ваше дело в суде будет выиграно. Потому что, как вы сами понимаете, в каждой области самое главное – это найти правильного специалиста. Например, ко мне позвонила женщина, которая упала на лестницу в здании в общественном, как здесь говорят, в билдинге, и сломала бедро. Потребовалась многочасовая операция по замене тазобедренного сустава. Ей ставили даже такой специальный имплант. Это считается очень тяжелой операцией. Операция прошла очень сложно. Я связал ее с большой адвокатской фирмой. Главный адвокат этой фирмы – Харлан Викенштейн. Главный адвокат, который ходит в суд, как я уже сказал. Он сумел доказать, что причиной падения явилась неправильная конструкция ступенек. И при этом они не были сломаны, то есть не было видно явно этой причины. Но были сделаны предстроительства под неправильным углом. И он это сумел доказать. Дело длилось три года, и в результате Харлан получил для этой женщины 400 тысяч. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, лучше не доверять каким-то просто советам, а позвонить ко мне по моему телефону 718-256-5610. Я вас свяжу с адвокатом правильным. А потом, если даже вам захочется, я дам на этого адвоката ссылки все на интернете. Вы сами про него почитаете. Убедитесь, что я вам нашел адвоката именно того, который нужен. То есть, я как бы не просто так всегда рекомендую, а рекомендую, уже тщательно изучив вопрос. Ну, а теперь давайте послушаем тех, кто позвонил в нашу студию. Вот звонок от Кирилла. Пожалуйста, Кирилл. Майкл, я ехал по Белтпаркве, и вдруг у меня сзади врезалась какая-то машина. Тот водитель ехал с очень большой скоростью, видимо, не справился с управлением. От этого столкновения моя машина влетела в машину передо мной. Будет ли меня судить водитель машины, которую я ударил? И можете ли вы предоставить мне адвоката? Конечно, он будет вас судить, этот человек. Но, если ваше здоровье пострадало, то я вам дам адвоката, который будет вас представлять. И он этот, его судебный визг переправит на настоящего виновника, который ударил вас сзади. И я уверен, что он докажет, что вы не виноваты. Иногда это сложно, иногда это легче, но он справляется. Этот адвокат, что я дам, справляется с такими ситуациями уже много лет, и я не сомневаюсь, что в вашем случае тоже справится. Страховка у вас не поднимется. Со страховки у виновника вы получите компенсацию за учебный, причиненный вашему здоровью. Это, как правило, больше 10 тысяч. А иногда это может быть и 40, и 50 тысяч, и 100 тысяч. Зависит от того, насколько серьезно ваше здоровье пострадало. Вам будет оплачено все лечение, и за счет виновника вам еще починят вашу машину, если у вас нет полного покрытия. Например, в моей практике был случай, когда на вероза на мосту столкнулось сразу 5 машин. В мою службу позвонил тот пострадавший, который был в середине. Его машина была вторая с конца. Я спросил, болит ли у него что-то. Он сказал, что сильно болит спина и шея, и что от удара сзади сильно дернулась голова. Я дал ему адвоката. Адвокат направил его к доктору, и доктор определил, что у него позвоночные грыжи в шейном отделе и в пояснице. Это очень тяжелая и опасная травма. Проблемы могут остаться на всю жизнь, если вовремя не лечить. Ну, хорошо, что доктор вовремя определил причину этих болей, назначил лечение. Лечение проходило целый год. Вот адвокат, который я ему дал, доказал его невиновность и получил для него 50 тысяч за ущерб, причиненный его здоровью. Дополнительно было оплачено все его лечение, оно там составило порядка 18 тысяч тоже. Ремонт машины там на 70 тысяч и машина на прокат на то время, что пока чинили его машину. Так что все это было оплачено. Человек получил деньги, которые еще и не облагаются налогом. Если что-то подобное происходит, как можно быстрее звоните в мою службу по телефону 718-256-5610, Майкл Брук. Любое время круглосуточно. Если не с вами, с кем-то знакомыми, тоже рекомендуйте мой телефон. Я сразу иду на помощь и свяжу с адвокатом. Ну, а в завершение нашей передачи мы успеваем принять еще один звонок. И пусть это будет Клара. Клара, пожалуйста. Майкл, я шла по Avenue U, и там около магазина грузчики разгружали продуктовую машину. Я схватнулась о какую-то коробку, которую они оставили на тротуаре, упала и очень сильно побилась. Можно ли за это с кого-то получить деньги? Значит, деньги, конечно, получить можно, потому что виновником, скорее всего, является та компания, которая делала доставку. Но частично виновником может быть еще и магазин, в котором разгружали товары, который должен был обеспечить безопасность этой разгрузки. Скорее всего, адвокат будет судить обе эти компании. И потом уже вместе там с судьей решит, в каком процентном отношении разделится их вина и, соответственно, выплаты. Я приведу такой пример. Мне позвонила женщина, ну, довольно пожилая, то есть ей там было уже под 80 лет. Она проходила мимо грузовика, с которого разгружали доски. Одна доска лежала чуть в стороне, она ее не заметила, споткнулась об эту доску, сломала шейку бедра. Потребовалась операция. Адвокат, которого я ей дал, доказал вину грузчиков. Они не должны были оставлять эту доску без надзора, должны были поставить какого-то человека, чтобы он сведел, или предостерегающие знаки, или вообще огородить эту территорию, но обеспечить безопасность прохожих. И со страховки компании, которая привезла эти доски, он получил для пострадавшей 150 тысяч. Что для такого, ну, пожилого возраста считается вполне такой адекватной суммой. Потому что страховые компании, как правило, они смотрят среднюю продолжительность жизни человека в Америке и высчитывают, исходя из этого, сколько ему дней осталось жить, и умножают травму, то есть страдания человека на количество оставшихся дней жизни в среднем. Таким образом возникает сумма. То есть у пожилых людей она поменьше, у молодых людей она побольше. Но, тем не менее, мои адвокаты всегда получают максимум возможного. И, если, не дай бог, что-то подобное происходит, звоните мне по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Еще можете записать michaelbrook.com. Там есть мои все телефоны, и можно прямо сразу мне послать текстовое сообщение прямо с интернета. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник Бюро расследований, несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610-256-5610.